принять тот факт того, что я злюсь или боюсь. Это первая стадия работы над своим состоянием, говорят психологи. О состоянии у многих русскоговорящих в последнюю неделю тревожное и даже паническое. Одни сострадают, другие осознают экономические последствия. По статистике Евгении Каниной, за последние дни о боевых действиях говорила треть ее клиентов. Как не зациклиться на эмоциях? Дышать именно исходя из этой точки зрения. Не просто успокойся, подыши, а понимать, что моему мозгу, моей психике надо дать сигнал, что то, что происходит, я хоть какой-то контроль могу держать. Соответственно, начинаю дышать. И дальше я начинаю смотреть на диапазон своих дел, что из этого я могу контролировать. Делайте то, что делали. Убирайтесь, ходите на работу, встречайтесь с близкими. И реже читайте новости. Еще один совет психологов. Клиенты затягивают, особо впечатлительных парализуют. А публикуемые мнения могут раздражать, если вы иной позицией. Алтайский историк Анатолий Муравлев, который написал книгу об участниках локальных конфликтов, в том числе на Донбассе в 2014-м, уверен, запад Украины России не нужен. Пусть они сами разбираются, в том числе Чехии, Австрияки и прочее, как с ними поступать. Есть юг, есть восток, который близок нам и ментально, и всячески. Эти территории, которые нам близки, здесь будет лояльный России режим, который должен поправить все те дурацкие законы, введенные в последние годы, в том числе запрет русского языка. А другие специалисты советуют включить критическое восприятие. Это касается и новостей, включенных в конфликт стран, и постов в соцсетях. Информационная война или, как минимум, давление может обезоружить. Чем характеризуют любые снухи, любые информационные компании, они очень быстро приводят к панике. И вот когда возникает массовый эффект толпы, у толпы умственное в два раза меньше, чем умственное составляющих членов. Там сразу при любой панике отсутствует критическое мышление, и любая идея, что обладает массой, становится идеей фикс. А мы от себя добавим. В интернете достаточно фейков и перекосов. Проверяйте информацию, сравнивайте, если хотите быть в повестке. А может быть лучше пока заняться своими делами и отвлечься, насколько это возможно. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.